Давайте рассмотрим задачу. У нас дается целое число, нам нужно найти сумму его цифр. Как вы помните, мы такую задачу решали ранее, но в той задаче нам давалось количество цифр в числе. В данной задаче мы не знаем, скольки значное число. Итак, давайте решать задачу. Для того, чтобы воспользоваться циклом, нам нужно найти некоторый фрагмент программы, то есть какие-то повторяющиеся блоки программы, которые мы напишем в теле цикла. И выполним цикл. Итак, допустим, у меня есть число n, которое равно 7236. Как мы знаем, чтобы найти последнюю цифру числа, нужно найти остаток деления на 10. То есть в переменной digit у меня присвоится значение 6. Давайте следующим шагом избавимся от последней цифры. Для этого нужно поделить нацело на 10. То есть n делим нацело на 10 и снова запишем в переменную n. В переменной n теперь будет значение 723. Давайте опять найдем последнюю цифру числа. Итак, у нас есть digit 2, которое равно n% на 10. n% на 10 равно 3. Давайте опять избавимся от последней цифры. И в n окажется число 72. Заметим, что данные две строки программы у нас повторяются. Значит, мы можем написать их в теле цикла и поставить условие, пока наши цифры не кончатся. Итак, давайте рассмотрим, как это будет выглядеть. Итак, у нас есть число, которое вводит пользователь. Дальше воспользуемся сумматором, который мы проходили ранее. В нем мы будем хранить сумму всех цифр. Итак, пока наше число больше нуля, это означает то, что пока цифры в числе не кончились, что мы делаем? В переменную digit записываем последнюю цифру. Далее складываем его в сумматор и отбрасываем последнюю цифру. Далее проверяем наше число, если оно больше нуля. Если оно еще больше нуля, опять находим последнюю цифру. Заметим, что на второй итерации цикла последней цифрой числа будет предпоследняя цифра. Таким образом, мы просуммируем все цифры числа, и в сумматоре у нас будет храниться сумма всех цифр числа.